Беседа 77, 771, Матфея 24, 32. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветвие становится уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Так как Христос сказал, тотчас после скорби дней тех, ученики же Его спросили, когда это будет, и желали точно знать самый день, то Он представил им, в пример, смоковницу, показывая, что немного осталось времени, и что скоро будет Его пришествие. И это подтвердил Он не одной только притчей, но и следующей за теми словами. Видите, что это близко, при дверях. Вместе с этим Христос пророчествует и о духовном лете, и о той тишине, которая в тот день настанет для праведных, после обуревающей их теперь зимы. Грешникам же, напротив, предсказывает зиму по прошествии лета, что подтвердил впоследствии, сказав, что день тот застанет их посреди роскоши и удовольствия. Впрочем, Он привел в пример смоковницу, не только для обозначения времени, мог бы означать его и другим образом, но и для подтверждения того, что Его предсказание непременно исполнится. Подобно тому, как необходимо быть первому, так точно и последнему. Да и вообще, Христос, равно как и подражающий Ему блаженный апостол Павел, когда говорит о том, что непременно должно случиться, всегда приводит в пример необходимые, естественные явления. Вот почему и беседуя о воскресении мертвых, Он говорит, что если зерно пшеничное падше в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И блаженный апостол Павел, подражая Христу, употребляет тот же пример, рассуждая с коринфянами о воскресении. Безумный, говорит он, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Затем, чтобы ученики вскоре опять не приступили с вопросом, когда это случится, Спаситель напоминает им о приближении этого дня, говоря, истинно говорю вам, не пренед род сей, как все сие будет. Что же он разумеет под словом «все сие»? То, что случилось с Иерусалимом. Войны, голод, мор, землетрясение, лжи Христов, лжи Пророков, повсеместное распространение Евангелия, мятежи, раздоры, и все, что, как мы сказали, должно случиться до его пришествия. Каким же? Как же он сказал «род сей»? Здесь он говорит не о поколении, тогда жившем, но о верных. Род обозначается не только по времени, но и образу религии и жизни. Как, например, когда говорится «сей род ищущих Господа», что Христос сказал прежде «подобавить всему тому быть», и еще проповеданный Евангелий сие тоже выражает и здесь, говоря, что все это непременно сбудется, и род верных прибудет и не прервется ни от одного из вышеозначенных бедствий. Разрушится Иерусалим, и погибнет большая часть иудеев. Но рода этого ничто не преодолеет, ни голод, ни мор, ни землетрясение, ни ужас и брание, ни лже-христы, ни лже-пророки, ни обольстители, ни предатели, ни соблазнители, ни лже-братья, ни другие подобные искушения. Затем для большего их удостоверения он говорит «небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». То есть скорее разрушатся небо и земля, столь твердые и неподвижные, нежели прейдет какое-либо из слов моих. Кто сомневается в этом, пусть исследует все сказанное. И тогда, найдя все истинным, а найдет непременно, на основании того, что было, поверить и тому, что имеет быть. Пусть во все вникнет с отчанием и увидит, что последующие события совершенно оправдали истину пророчества. О стихии же Христос упомянул для того, чтобы показать как то, что Церковь превосходнее неба и земли, так и то, что Он есть Творец всего существующего. А так как Он сказал о кончине мира, чему многие не верят, то и упомянул о небе и земле, показывая тем неизреченное свое могущество и со всей силой объявляя Себя Владыкою Вселенной. И таким образом, тем, которые сомневаются в словах Его, представляют их совершенно достоверными. О дне же том и части никто не знает, «Не ангелы небесные, а только Отец Мой один». Словами «не ангелы» Христос удерживает учеников Своих, чтобы они не старались узнать того, чего не знают и сами ангелы. Словами же «не сын» возбраняет им не только знать, но и спрашивать об этом. А что слова эти сказаны им с этим именно намерением, узнай из того, как Он по воскресенье с большей силой воспретил им любопытство, когда заметил, что они излишне предаются Ему. Теперь указал на многие и бесчисленные признаки, а тогда сказал просто, «Не ваше дело знать времена и сроки». Потом, чтобы ученики не сказали, мы недоумеваем, нас презирают, но мы недостойны этого. Он говорит, что Отец положил в своей власти. Он очень заботится о том, чтобы учеников уважали, и чтобы не было скрыто от них ничего. Но в этом случае предоставляет самому Отцу знать времена и сроки, дабы внушить страх к делу и воспрепятаться этим, даже спрашивать о Нем. Если бы это было не так, если бы в самом деле Сын Божий не знал этого, то когда же бы Он узнал вместе с нами? Но кто станет утверждать это? Он знал Отца совершенно, так же, как и Отец Сына, а не знал об этом дне. Кроме того, Дух испытывает и глубины Божии. А Сын будто бы не знал и времени суда. Он знал, каким образом он должен судить, знал тайны каждого, и мог не знать того, что гораздо менее важно. Если все им было, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, то как может быть, чтобы Он не знал этого дня? Тот, кто сотворил веки, сотворил без сомнения и времена. Если же сотворил и времена, то сотворил и день. Как же ему не знать того дня, который Он сотворил? 773. Вы говорите, что знаете даже сущность Божию. Сын ли Божий не знает последнего дня? Сын, который беспрестанно пребывает в недрах Отца. Несмотря на то, что познание сущности гораздо важнее, нежели познание дней. Бесконечно важнее. Каким же образом вы, присвояя себе большее, не уступаете меньшего? Сыну, в котором сокровище, премудрость и ведение Божие. Но как ни вы не знаете того, в чем заключается сущность Божия, хотя весьма часто безумно утверждаете это, так и сын не остается в неведении относительно этого дня, а, напротив, совершенно знает его. Вот почему он сказал обо всем, означав времена, лета и приветствующих учеников своих к самым дверям, именно и сказал близко, при дверях, умолчал о дне. Если о дне и часе ты спрашиваешь, не услышишь от меня ничего, говорит он, если же вообще о времени и предварительных признаках, то не скрывай ничего, скажу тебе все подробно. Что мне известно на тот день, на это я представил много доказательств. Сказал о расстоянии времени, о всех будущих событиях, и даже о том, сколько от настоящего времени осталось до того дня, это объясняет тебе притча о смоковнице, и таким образом довел тебя до самого преддверия. Если же я не отворил тебе дверей, то и это для твоей же пользы. Для большего же удостоверения в том, что Христос умолчал о дне и кончине, не по незнанию, обратив еще внимание на то, что Он к вышеуказанному знамению Своего пришествия присоединяет и другое. Ибо как во дни перед потопом ели, пили и женились, выходили замуж до того дня, как вошел Мой в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Христос сказал это в доказательство того, что Он придет вдруг и неожиданно, когда большинство будет наслаждаться удовольствиями. То же самое говорит Павел в следующих словах. Когда будут говорить мир и безопасность, внезапно придет пагуба. И в объяснение этой нечаянности сказал, как мука постигает имеющую во чреве. Как же Христос говорил после скорби дней тех, если тогда будут удовольствия, мир и безопасность, как сказал Павел, то как же Христос говорит после скорби дней тех, при радости, какая может быть скорбь. Здесь, разумеется, удовольствие и мир, которые могут быть только у людей бесчувственных. Поэтому-то апостол не сказал, когда будет мир, но когда скажут мир и безопасность, изображая тем их бесчувственность, подобно той, какая была у людей, и водниное, когда они, несмотря на величайшее бедствие, проводили жизнь в полной удовольствии, праведные же, напротив, проводили жизнь в скорби и печали. Отсюда видно, что с пришествием Антихриста, между нечестивыми и отчаявшимися во спасении своем умножатся постыдными наслаждениями. Тогда будет чревоугодие, объедение и пьянство. Таким образом, Христос приводит пример, совершенно подходящий к обстоятельствам дела. Как в то время, говорит он, когда приготовлялся ковчег, люди не верили, и даже тогда, когда был готов и предвещал им близкое несчастье, они спокойно смотрели на него и предавались удовольствием. Как будто не предстояло им никакого бедствия. Так и теперь явится Антихрист, за которым будет кончина, после кончины последует наказание и незреченное мучение. А люди, опьяневшие от разврата, не почувствуют никакого страха. И пред этими будущими бедствиями. Поэтому, как имеющие во чреве болезни послова апостола, так и их постигнут эти ужасные и неотвратимые бедствия. Почему же не упомянул Христос о бедствии в постигшем садомлян? Он хотел представить в пример происшествия всемирное, которому также не верили, когда оно было предсказано. А так как многие не верили будущему, то он удостоверяет их в этом прошедшими событиями. И этим потрясают сердца их. Вместе с тем, он указывает и на то, что и в прежних случаях действовал он же. Далее Спаситель представляет новое знамение своего пришествия. Так что из соображения всех этих знамений становится очевидно, что он знал этот день. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелищи в жерновах, один берется, а другой оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Все это служит доказательством тому, что он знал этот день, но только ученикам запрещал спрашивать о нем. Поэтому же он напоминал им и о днях Ноевых. Поэтому же сказал, что тогда будут двое на поле, показывая тем, что он придет совершенно неожиданно, когда они совсем не будут и думать об этом. И двое мелищих, это также служит признаком, что они нисколько не будут ожидать его. Притом, берутся и оставляются и слуги и рабы, и те, которые будут упражняться в труде, и те, которые будут находиться в праздности, сломать всех сословий, подобно тому, как и в Ветхом Завете говорится, от сидящего на престоле до рабыни, которая у жерновов. Исход 11.5. Хотя Христос и сказал, что трудно спастись богатым, но здесь уверяет, что они не все погибнут. Равно и бедно не все спасутся, но как из тех, так и из этих некоторые спасутся, а некоторые погибнут. Я даже думаю, здесь указывается и то, что пришествие будет в ночи, тоже подтверждает евангелист. Вот видишь, как точно Христос знает все обстоятельства. Потом, чтобы не обратились к нему с вопросом ученики, опять присоединяет. «Бодрствуйте, вы не знаете, в который час придет Господь ваш. Не сказал, не знаю, но не знаете». Объяснивший им почти самый час, опять предупреждает их вопросы об этом, желая, чтобы они были постоянно бдительны. Поэтому он и говорит им, «Бодрствуйте, показывайте им причину, по которой не объявляет им о последнем дне». «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкатать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Не говорит им о том часе, когда он придет, и для того, чтобы они бодрствовали и всегда были готовы. Желаю, чтобы они всегда были озабочены средием его и всегда добродетельны. Сказал им, что придет тогда, когда не ожидают его. Смысл слов его такой. Если бы люди знали, когда они умрут, то без сомнения позаботились бы об этом часе». 776. Итак, для того, чтобы не заботились об одном только дне смерти, Христос не означает ни дня общей кончины, ни дня смерти каждого. Желаю, чтобы люди всегда ожидали этого дня, чтобы он был предметом непрестанной заботы. Поэтому и конец жизни не каждого оставил в неизвестности. Потом открыто называют себя Господом, тогда как ранее никогда так ясно не говорил этого. Здесь, я думаю, содержится уже укоризны беспечных не за то, что они о душе своей не проявляют той заботы, какой обнаруживают о своих деньгах люди, ожидающие вора. Эти последние, когда ожидают вора, бодрствуют и ничего не позволяют унести своих кладовых. А вы, говорит он, хотя и знаете, что Господь придет, и придет непременно, однако ж нисколько не бодрствуете, не готовитесь, чтобы смерть не постигла вас неожиданно. От того-то день этот и приходит на погибель беспечных. Как богатый, если бы знал время, в которое окраден будет и избежал бы того, так и вы предохранили бы себя, если бы готовы были. Далее, так как он упомянул о суде, то и обращает наконец речь свою к учителям, говорит о наказаниях и наградах, и сперва сказавшие об участи людей добродетельных останавливаться на участи грешников, чтобы заключением речи возбудить страх слушателя. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Скажи мне, означают ли эти слова его неведение? Если ты основываешь на его словах и сын не знает, говоришь, что он не знает дня кончины мира, то что скажешь о словах? Кто же это? Уже ли скажешь, что он и этого не знает? Ни в каком случае. Да и ни один безумно не скажет этого. В первом случае можно хотя представить некоторую причину, здесь же и этого нет. Что значит вопрос его? Петр, любишь ли меня? Неужели он не знал и этого? Или когда говорит, где положили его? Подобный вопрос можно слышать и об отце, от отца, как так и он говорил, Адам, где ты? И вопль Содомский и Гоморский умножился ко мне, сойдем и посмотрим. И в другом месте, если бы услышали, то и познали бы из Икиля 2.5 и в Евангелии. Может быть, сына моего устыдятся? Все эти выражения показывают неведение. Но не по неведению Бог говорил это, а с тем намерением, чтобы удобнее достигнуть своей цели. Так с Адамом он говорил подобным образом, с тем намерением, чтобы побудить его искать прощения во грехе. С Адамлянами для того, чтобы научить нас никогда не произносить приговоры, не зная самого дела. У пророка сказано предотвращение той безумной мысли, будто бы предсказание уже невольно влечет к неповиновению. В притче евангельской для того, чтобы показать, что они должны были то исполнить, почти цена. Здесь же для того, чтобы чрезмерно не любопытствовали, а вместе и для указания особенной важности этого вопроса. Притом смотри, какое неведение выражается в этих словах. Если он не знает даже и того, кого поставляет, он называет раба блаженного. Блажен, говорит, раб тот. Но не говорит, кто это такой. А только кто будет делать то, что повелел ему Господь. Следует заметить, что это сказано не об одном имении, но и о слове, и силе, и дарованиях, и о всех обязанностях на каждого возложенных. Эта притча может относиться и к гражданским начальникам. Каждый должен употреблять дары свои на общую пользу. А одаренный ты при мудрости, или вручен на тебе власть, богат ли ты, или имеешь что-либо другое, ты не должен употреблять даров своих во вред собратьей своих, или для собственной погибели. От упомянутого в притче раба спаситель требует двух качеств благоразумия и верности, потому что грех бывает от неразумия. верным верным называет он за то, что из достояния господина своего ничего не утаил себе и ничего не расточил напрасно и без цели, а мудрым потому, что умел употребить веренное ему достояние надлежащим образом. И нам нужны также оба указанные качества, как для того, чтобы не присваивать себе того, что принадлежит Господу, так и для того, чтобы сделать надлежащее употребление и здорованного. то и другое несовершенно. Если раб и верен и не крадет, но губит имение, расточая его на предметы бесполезные, то и это большая вина. Если же он умеет хорошо управлять имением, но вместе с тем крадет, то и это опять немаловажное преступление. Пусть заметят это и те из нас, которые имеют деньги, потому что слова Христова относятся не только к учителям, но и к богатым. И тем и другим верено богатство. Учащим более необходимое, а вам богатым менее необходимое. Если учители щедро расточают благо более важное, а вы не хотите оказывать щедрости даже и маловажном, и не только щедрости, но и благодарности, потому что даете чужое, то какое будете иметь оправдание? Впрочем, прежде чем говорить о наказаниях, ожидающих неправедных, послушаем, как будет награжден тот, кто поступает надлежащим образом. Истинно говорю вам, над всем имением своим поставит его. Что может сравнять себя с подобной честью? Какое слово достаточно выразить то достоинство, то блаженство, когда Царь Небесный, которому принадлежит все, поставит человека над всем своим имением, потому и называет его мудрым, что умеет не расточать великого ради малого, но благоразумно поступая здесь, получает небо. Далее Христос, как он всегда поступает, исправляет слушателей не только представлением награды, предназначенной добрым, но и наказание угрожающего злым. Поэтому и добавляет, если же раб, тот будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Если кто-нибудь скажет, видишь ли, какая мысль пришла рабу по причине неизвестности дня, он именно и сказал, что не скоро придет раб мой, господин мой, то в ответ на это мы скажем, что мысль эта пришла ему не потому, что день не был известен, но потому, что он был худой раб. Почему в самом деле такая же мысль не пришла на ум рабу, мудрому и верному? Несчастный, хотя и медлит господин, но почему ты все же ожидаешь его пришествия? Зачем же поэтому не заботишься? Итак, отсюда мы узнаем, что Господь и не медлит. Такая мысль принадлежит не Господу, на рабу лукавому, а потому он и осуждается, что Господь не медлит, послушай Павла, который говорит, Господь близко, ни о чем не заботьтесь, и грядущий придет и не умедлит. Но внимай дальнейшим словам и примечай, как часто Христос напоминает о неизвестности дня, показывая тем, насколько эта неизвестность полезна для рабов и способствует их пробуждению от сна. Что ж, если некоторые не извлекли из этого никакой пользы для себя, и другие спасительнейшие средства иным не принесли пользы? Господь не оставляет, однако, своего дела. Что же далее, говорит Он? Придут дни, день, в день придет, который не ожидает, и постигнет его участь самое жалкое. Видишь, как часто Он повторяет это, показывая, как спасительна неизвестность дня, и заставляет тем нас быть в непрестанной заботливости. Предмет Его попечения составляет то, чтобы мы непрестанно бодрствовали, и так как мы ослабеваем всегда во время счастливой и покойной жизни, а от несчастья наиболее укрепляемся, то Он непрестанно и внушает нам, что когда мы бываем покойны и беззаботны, тогда и являются бедствия. И как выше показало это через ноя, так и здесь говорит. Когда раб тот упивается, когда буйствует, тогда и наказание ему готовится ужасное. Но будем внимательны не только к наказанию ему определенному, но рассмотрим еще и то, не так же ли мы поступаем, хотя и не замечаем того. И действительно, такому неверному рабу, подобно имеющие деньги и не помогающие бедным. Ведь и ты только распорядитель своего имущества, точно так же, как и служитель церкви, распоряжающийся ее стяжанием, как последний не имеет власти расточать сокровищ, даруемых вами в пользу бедных, по своей воле и без разбора, потому что они даны на пропитание бедным, так и ты не можешь расточать своих сокровищ по своей воле, хотя ты получил родительское наследство, и таким образом все имущество составляет твою собственность, однако все оно принадлежит Богу. Если ты требуешь, чтобы имуществом данным тобой распоряжались соответственно твоему назначению, то уже ли думаешь, что Бог своей собственности не востребует от нас с большей строгостью, но оставит без внимания, когда она расточается без всякой пользы. Нет, не может этого быть, не может. Он для того и верил тебе богатство, чтобы ты давал другим пищу надлежащее время. Что значит давать надлежащее время? Давать бедным, алчущим. Как ты поручаешь распоряжаться имением подобного себе рабу, так и Богу угодно, чтобы ты употреблял это имение должным образом. Поэтому, хотя оно не может лишить тебя, но оставляет у тебя для того, чтобы ты имел случай обнаружить свою добродетель. Он поставил всех во взаимной нужде, для того, чтобы любовь одного к другому, тем сделать более пламенную. Но ты, получивши от Бога, не только не даешь, но еще бьешь тех, кому следует давать. А если уже и не давать преступление, то какое будет помилование тому, кто бьет? 780. Мне кажется, Христос говорит это насчет обидчиков и лихаимцев, объявляя их жестокое осуждение за то, что они бьют тех, которых должны питать. Думаю также, что он здесь намекает и на сластолюбцев, и сластолюбие также предстоит тяжкое наказание. Есть и пить, говорит, с пьяницами, выражая тем пресыщение чрева. В самом деле, ты не для того получил имущество, чтобы роскошествовать, но чтобы творить милостыню. Это имение твое ли собственное? Оно принадлежит бедным. А тебе только верено, хотя бы это было наследство отцовское, хотя бы было приобретено честными трудами. Неужели Бог не мог его отнять у тебя? Но он не делает этого, доставляя тебе возможность быть щедрым по отношению к бедным. И заметь, как Христос во всех притчах обличает тех, которые не употребили богатства своих на пропитание бедных. Так и девы не за то осуждаются, что они похищали чужое, но за то, что не уделяли от своего. И зарывший талант свой не был также лихаимцем, но только не удвоил его. И те, которые призвели алчащих, не за то наказываются, что они завладели чужим, но за то, что не расточили своего, подобно как упомянутый раб. Пусть же заметят это те из нас, которые угождают чреву и расточают напившество богатства, нисколько не принадлежащее им, но бедным. Не думай, чтобы то, что под человеколюбие Божие велено тебе раздавать, как бы свою собственность, было действительно твое. Тебе Бог дал взаимообразно для того, чтобы ты мог употреблять с пользою. Итак, не почитай своим, когда даешь ему то, что ему не принадлежит. Ты, когда кому-нибудь даешь взаимообразно денег, с тем, чтобы он воспользовался ими для приобретения какой-либо выгоды, никогда не скажешь, чтобы эти деньги были его. Так и Бог дал тебе богатство с тем, чтобы ты им купил небо. Не делай поэтому его бесконечного человеколюбия основанием к проявлению твоей неблагодарности. Размысли о том, как желательно иметь средство, которое бы после крещения разрешило грехи наши. Если бы Господь не сказал «Сотвори милостыню», то сколько бы людей сказало «О, если бы пожертвованием имения можно было избавиться от угрожающих нам бедствий». Когда же это сделалось возможным, то наоборот остаются в нерадении. Но ты говоришь «Я даю». И что же даешь? Ты не дал и столько, сколько та жена, которая подала только две лепты. Не дал и половины того даже и малейшей части в сравнении с нею. Ты больше расточаешь на бесполезные вещи, на пиршество, на пьянство, на крайнее распутство. То приглашаешь к себе друзей, то тебя приглашают, то сам проживаешь, то другим заставляешь проживать. И таким образом готовишь себе сугубое наказание. Во-первых, за то, что сам делаешь, во-вторых, за то, что других заставляешь делать. Вспомни же об этом рабе, осужденном за то же самое. Он ел и пил, сказано, с пьяницами. Не одних пьяниц постигнет наказание, но вместе с ними и соучастников их. И весьма справедливо, потому что они самих себя губят и о спасении ближних не родят. Бога же ничто столько не раздражает, как небрежение о спасении ближних. Поэтому-то, чтобы выразить гнев свой, он приказал рассечь раба пополам. Вот почему и признаком учеников своих он поставил любовь, потому что тот, кто любит, необходимо печется о благосостоянии любимого лица. Итак, будем держаться этого пути. Он тот самый путь, который ведет нас на небо, соделает подражателями Христу и по возможности подобными Богу. Замерьте, как преимущественно перед другими нужны те добродетели, которые избрали себе жилища на этом пути. Если угодно, рассмотрим их и будем судить об них по суду Божию. Пусть будут два пути жизни добродетельной, и из них один путь делает добрым другой вместе и ближнего. Посмотрим, какое из них совершеннее и лучше нас возводит на высшую ступень добродетели. Апостол Павел весьма часто осуждает того, кто печется только о собственном своем благе. Когда же я говорю Павел, то разумею, здесь самого Христа, а того, кто старается о благе ближнего, превозносит похвалами и почестями. Откуда это видно? Послушай, что он говорит одному и что другому. Никто не ищи но каждой пользы ближнего. Видишь ли, как он одно отвергает, а другое предписывает. И опять, каждый из нас доугождает ближнему во благое к назиданию. Далее следует неизреченная похвала, соединенная с увещанием. И Христос не себе угождал. Довольно уже было бы этих рассуждений к тому, чтобы показать, на которой стороне победа. Впрочем, чтобы это было с большей пользой, посмотрим, какие добрые дела относятся исключительно к нам и какие вместе распространяются и на ближних. Пост, распростерти на земле, хранение девства и целомудрия, полезные для тех самых, которые подвизаются в этих добродетелях. А что от нас распространяется на ближних, это милости, наставления и любовь. послушай и в этом случае Павла, который говорит, если я раздам все имение мое, если придам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. 782. Видишь ли, как любовь сама по себе прославляется и увенчивается. Если угодно, предложим и третье сравнение. Положим, что иной постится, соблюдает чистоту, предается мученичеству и сожигается. А другой путь для назидания ближнего отлагает мученичество и не только отлагает, но и умирает без мученичества. Кто из них по переходе из настоящей жизни удостоится больше славы? Нам нет нужды здесь говорить много, распространять речь свою. Вопрос решает блаженный Павел, говоря, разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше, но пребывать во плоти нужнее для вас. И таким образом назидание ближнего предпочитает отшествию ко Христу. Исполнять волю Христа это-то и значит в особенности быть со Христом. Воля же его заключается не в ином чем, как в попечении о пользе ближнего. Хочешь ли, я представлю тебе четвертое доказательство. Петр, любишь ли меня, говорит Христос, спаси овец моих. И спросив его в третий раз, сказал, что это спасение и есть знак любви. И это сказано не к одним только священникам, но и каждому из нас, кому верено хотя малое стадо. Не презирай его только за то, что оно мало, так как отец мой, говорит он, благоволил о нем. Каждый из нас имеет овцу, который должен водить на добрую пажить. Муж, вставая с постели, о том только и должен стараться, чтобы и делами, и словами наслаждать в своем доме и семействе большее благочестие. Равным образом уже она пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы все семейство трудилось для старства небесного. В самом деле, если в делах житейских прежде занятия делами домашними, мы стараемся исполнить общественные обязанности, чтобы за небрежное отношение к ним не подвергнуться заключению вузы, судебным истязаниям и всякого рода бесчестиям, то тем более в делах духовных должны стараться прежде всего исполнить дела царя всяческих, Бога, чтобы не быть отосланными туда, где скрежет зубов. Будем же искать тех добродетелей, которые для нас самих спасительны и для ближнего наиболее полезны. Таковы милостыня и молитва. Впрочем, молитва сама заимствует свою силу и воскрыляется от милостыни. Молитвы твои сказанные милостыни взошли на память перед Богом. И не только молитва, но и пост также от милостыни заимствует свою твердость. Если ты постишься без милостыни, то пост твой не есть пост. И такой человек хуже обжора и пьяницы. И при том настолько, насколько жестокость хуже роскошества. Но что я говорю пост? Хотя бы ты был непорочен, хотя бы соблюдал девственность, но если не творишь милостыни, будешь вне брачного чертога. Что может равняться девственности, которая по своему превосходству и в новом завете не была поставлена необходимым законом? Но и она отвергается, если не соединена с милостынею. Если дева отвергается за то, что не творили милостыни, с надлежащей щедростью, то кто может без нее получить без сомнений никто. И тот, кто не творит милостыни, непременно должен погибнуть. Если в делах житейских никто для себя одного не живет, но всякие художники, воины, земледелец и купец посвящают себя занятием для пользы и выгоды общественной, то тем более должно быть это исполняемо в делах духовных. В этом преимущественно и состоит жизнь. Напротив, кто живет только для самого себя, а всех прочих тот не человек, а изверг рода человеческого. Что же будет, скажешь, если я свое оставлю, а о чужом буду заботиться? Нет, не может быть, чтобы тот, кто заботится о делах других, в то же время не заботился о своих. Действительно, кто заботится о благосостоянии других, тот никогда не оскорбит, а всех станет болезнуть, всем по силе своей помогать будет, ни у кого ничего не станет отнимать, не будет лихаимствовать, никого не будет обманывать, не уже свидетельствовать, воздержит от всякого порока, будет хранить всякую добродетель, молиться за врагов, благодетельствовать злоумышляющим против него, ни с кем не будет ссориться, никого не будет злословить, хотя бы сам слышал бесчисленные хулы, но скажет вместе с апостолом, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если же будешь искать только своего, то от чужом совершенно не будешь стараться, убедившись таким образом в том, что невозможно спасить тому, кто не заботится о пользе общей, и взирая на раба, рассеченного пополам, и на того, который зарыл талант свой, изберем лучше этот путь служения ближним, чтобы получить и жизнь вечную, которой все мы расподобимся по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.